Моё сердце лежит рядом, ну как бы находится в поклоне, в глубоком, перед одним человеком, которого зовут Жданов. Владимир Георгиевич Жданов. Этот человек поднял страну, поднимает страну для того, чтобы победить того врага, который действительно является врагом. На данный момент сегодня статистика такова, 400 тысяч человек, это небольшой населенный пункт, да, в год погибают от пьянства в нашей стране. Это страшная сила, которая уничтожает всю нашу культуру. И Жданов говорит, причина такого уничтожения заключается в том, что мы признали, что в небольших дозах алкоголь полезен. Ну то есть он открыто просто говорит об этой подмене. Мы решили, что алкоголь в небольших дозах подменен, полезен. В результате мы садимся на этого духа, то есть дух садится на нас. Мы живём с ним, и в какой-то момент он нас так, и нашу жизнь сливает. Потому что когда горе наступает, человек спивается. И всё. А потом уже на обратной дороге нет, как в фильме. Понимаете, и так люди, многие люди деградируют в нашей стране. Из-за того, что мы поверили в это вот счастье, счастье, бокала, вина. Вот мы в это счастье поверили, и результат печальный. Страна просто деградирует. Пять. Онищенко, Геннадий Онищенко, удивительный человек, настоящий государственный деятель. Просто честно сказал, сейчас в нашей стране пять миллионов алкоголиков. Это уже не маленький населённый пункт. Это пол Москвы. Это страшно, понимаете, и мы должны этому помочь. И веды говорят, что знание спасает всё. Просто Жданов, обычный человек, да, как это возможно? Все, кто слушает его лекцию, бросают пить. Кто слушает? Бросают пить. Возьмите его диски с его лекции, им просто давайте, дарите людям. Когда-нибудь он попадёт туда, куда надо по назначению. Долго ждать не надо. Реально просто послушайте, и вы увидите результат. То есть этот человек спасает страну один. Он целое молодёжное движение сейчас организовал. Это удивительный человек. Знаете его ближайший друг кто? Наставник Путина. Да, удивительный человек, отец Тихон. Удивительная личность. Они друзья. И они вместе, это общее дело. Вообще отец Тихон это хотел сделать. Он начал, это всё с него началось. Жданов потом подхватил. Субтитры сделал DimaTorzok